Зовут меня Алексей, я ученый исследователь, преподаватель, ну и сфера моих научных интересов связана с экономико-математическими методами и, соответственно, разработкой приложений поддержки принятия решений, системы поддержки принятия решений. Итак, собственно, у нас сегодня с вами тема вебинара звучит следующим образом. Это библиотеки H2O, T-POD и AutoCares. А что вы за меня модели строить будете? Собственно, мы с вами сегодня рассмотрим указанный программный инструментарий, посмотрим, для каких задач он нам, соответственно, подойдет. Правила нашего сегодняшнего вебинара это, конечно же, активное участие, вопросы в чате. Ну, разумеется, за вопросами в чате я буду периодически переходить по вкладочке, смотреть, наблюдать за тем, что вы там напишите. Ну и, по возможности, мы с вами будем вести дискуссию между нашими блоками, которые будем освещать. Поэтому по маршруту нашего вебинара мы рассмотрим основной как раз-таки программный инструментарий, познакомимся с SOTUS, рассмотрим, что автоматизирует в целом AutoML, что за платформа H2O такая, как разрабатываются автоматические пайплайны с использованием библиотеки T-POD, рассмотрим AutoCares API и в целом также сделаем акцент на процессе обучения на платформе H2O и также расскажу немножечко о курсе, программе обучения и, конечно же, проведем с вами обсуждение. Также в рамках нашего открытого урока я предлагаю вам описать в чате ваш опыт в IT, с какой целью вы записались на данное занятие для того, чтобы лучше узнать, соответственно, целевую аудиторию. Ну и прежде чем перейти непосредственно к нашему занятию, я хотел бы немножечко рассказать о платформе H2O. В целом это одна из передовых на сегодняшний день образовательных площадок, на которой, соответственно, создаются в том числе и авторские курсы. В целом Otus и наша команда это сторонники обучения именно у практиков, а не теоретиков. Все наши преподаватели это действующие специалисты, которые также занимаются профильными, своей деятельностью именно по профилю. Также изначально курсы, все курсы, которые есть на платформе Otus для повышения квалификации, разрабатывались именно для действующих специалистов, ну, собственно, как программа переподготовки. Но также получили мы обратную связь по форме, что запрос именно обучение с нуля. Поэтому сейчас на платформе Otus мы можем наблюдать достаточно широкий круг специалистов, которые соответствуют разным уровням. Это от джуниор до лид, поэтому мы можем говорить о том, что на сегодняшний день Otus, обладая, между прочим, образовательной лицензией, позволяет, соответственно, представить все курсы как программу повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Поэтому вы можете получить официальное удостоверение или диплом, ну, а также сделать налоговую вычет на основе оплаты по обучению на данной платформе. Направлений курсов предостаточно. Здесь вы можете увидеть более 170 курсов по различным направлениям. Опять же, курсы, каждый из них разработан с учетом требований к специалистам на открытые вакансии. Ну, здесь, опять же, мы можем видеть по каждому из направлений дробление на несколько уровней от джуниор, мидл до сеньор уровня. Это блок по платформе Otus. Если что-то непонятно, дополнительно всегда можете написать в чат, я подробнее расскажу. Давайте уже перейдем к самому интересному. Это непосредственно наш сегодняшний вебинар на тему автоматизации машинного обучения. AutoML это достаточно обширная тема. Понятно, что мы сегодня за один небольшой вебинар не перекроем всех вопросов. Эти вопросы являются достаточно обширными. И в целом сегодня целью является познакомиться лишь с некоторыми яркими представителями мира AutoML. В частности, это библиотеки H2O, TipOd и Keras. В целом нам необходимо будет с вами познакомиться с основными инструментами автоматизации отбора моделей. Это уже одна из задач. С основными инструментами автоматизации построения пайплайнов. Это следующая задача в мире AutoML. Научиться также работать с библиотеками автоматического отбора и построения моделей на конкретных примерах. Ну и в целом также посмотреть, каким образом оптимизируются архитектуры, например, модели глубокого обучения. В частности, это вот уже отсыл к инструментарию AutoKeras. Вот такие на сегодняшний день у нас с вами цели. Давайте будем последовательно двигаться. Я вот в таком режиме демонстрацию показываю для того, чтобы было удобно переключаться между вкладками. И на практике, соответственно, обсуждать каждый из представленных вопросов. Полученные знания вам пригодятся в любом случае, даже если вы начинающий специалист. Соответственно, с целью упрощения процесса разработки моделей и сокращения количества шагов, которые необходимо принять при обучении модели. Когда вы в целом не обладаете обширным опытом в плане настройки тонкой гиперпараметров этих моделей или выбора конкретной архитектуры. Это первый пласт вопросов, который здесь непосредственно нам будет освещаться. Второе направление, если у вас уже есть опыт в Machine Learning, вы можете настраивать тонко гиперпараметры моделей. Ну и, соответственно, тестировать большинство различных моделей и автоматизировать данный процесс, соответственно, для решения конкретной профильной задачи, что, соответственно, сильно может сэкономить вам время. Итак, давайте для начала рассмотрим, что же автоматизирует в целом AutoML. Что это за инструментарий такой и почему это можно называть отдельно библиотекой, фреймворком или даже целой платформой. Итак, ну, по классике, конечно же, хотелось бы начать с основных определений. И здесь обойти их стороной не удастся. Вот этот теоретический блок. Конечно же, здесь мы с вами вспомним, что такое пайплайны, то есть последовательные операции, которые включают различные стадии предобработки данных, в целом использование конкретных моделей, ну и, конечно же, их интерпретацию. Также мы с вами будем рассматривать именно автоматизацию машинного обучения, то есть процесс автоматизации отдельных трудоемких, многократно повторяющихся задач при разработке моделей. Эти задачи в основном упираются, ну и, как вы понимаете, если мы говорим о автоматизации, то там есть место и оптимизации. И вот эти задачи, они в основном упираются в эффективность этих моделей, производительность, сохранение качества. Вот это и есть задача оптимизации, которая решается при AutoML. Ну и, соответственно, мы с вами говорим о продвинутых платформах AutoML, которые представляют собой инструменты для создания моделей, оптимизации и конвейеров машинного обучения. Когда следует применять AutoML? В целом, здесь на слайде у меня приведен такой вот обширный перечень по логотипам основных инструментов в сфере AutoML. Здесь вы можете увидеть и продукты, так скажем, зарубежные и отечественные разработки, ну в частности, например, система и библиотека AutoML Fedot. Здесь каждый из них имеет свой профиль, имеет свою специфику и специализацию. И традиционно, конечно же, когда мы с вами предполагаем, что модели машинного обучения необходимо будет эффективно и удобно в дальнейшем эксплуатировать при относительно постоянной структуре данных, то здесь, конечно же, проблем автоматизации практически не возникает. Когда у нас есть стабильный канал получения данных, весь набор признаков статичен и стабилен, вы понимаете весь алгоритм обработки. И, конечно же, здесь вряд ли вам потребуется вот именно тестировать огромное количество моделей, постоянно дорабатывать под конкретные условия, под конкретные задачи. И вот эти сложности, они начинаются именно в тот момент, когда и признаки начинают отличаться от задачи к задаче, и их становится либо мало, либо качество модели начинает ухудшаться. Нужно посмотреть, а с чем сравнить, соответственно, текущую архитектуру модели или текущие настройки модели для реализации той или иной задачи. И в целом мы здесь как раз приходим к тому, что AutoML помогает нам найти наиболее эффективную комбинацию методов, чтобы свести к минимуму ошибки в предиктивной аналитике, в прогнозах. Здесь мы видим, что даже известные достаточно библиотеки для классического машинного обучения, например, Scikit-Learn, также имеют надстройку по автоматизации. Ну или также библиотеки глубокого обучения, в частности, TensorFlow и его надстройка Keras, как мы видим, также имеют свой модуль именно по автоматизации. Потому что задача, что называется, на поверхности. Вопрос, как ее решить, какими подходами, ну и, соответственно, конкретно к каким моделям можно это применить. Вот такие вот вопросы здесь, соответственно, поднимаются. Классический пайплайн обучения модели представляет собой стадии препроцессинга. Ну и, соответственно, самое интересное, что у нас сама модель, она, конечно же, включает признаки и гиперпараметры. В этом смысле тонкая настройка модели также предполагает и настройку гиперпараметров, выбор их для решения конкретной задачи. Ну и, конечно же, отбор признаков, интерпретация результатов, это объяснимость результатов, тоже отдельный вопрос. И все эти процессы, конечно же, необходимо отдать на откуп автоматизации. Вопрос, как это сделать, ну и какие конкретно из этих стадий вообще можно непосредственно автоматизировать. Поэтому здесь мы с вами приходим к тому, что инструменты AutoML упрощают процесс обработки данных, подбора моделей, настройки их гиперпараметров. И я бы здесь, наверное, еще добавил выбора архитектуры, если мы говорим о модели глубокого обучения. Они включают в основном пять этапов, начиная от сбора данных и определения проблемы, ну и заканчивая предобработкой данных, обучением модели, проверкой ее качества. Вот эти три этапа при процессинг, обучении и оценке качества, причем, опять же, это итеративная процедура, повторяющаяся, вот эти три этапа могут быть автоматизированы. И именно эти этапы и включает в себя AutoML, автоматизация машинного обучения. Эти этапы мы можем отдельно здесь прописать в формате последовательных действий. Ну, в частности, как мы видим здесь, это загрузка и подготовка данных, создания последовательного конвейера, пайплайна, по сути своей, которые представляют собой кодирование признаков, заполнение пропусков данных, их, соответственно, масштабирование и так далее. Соответственно, пайплайн собирает все инструменты в один конвейер без повторяющегося кода. Вопрос только в том, что когда исследователь или пользователь или разработчик в любом случае будет создавать вот этот вот конвейер, он может включить себя в себя и в этот конвейер, соответственно, конвейер, точнее, может включить себя, ну а разработчик, соответственно, включить в конвейер. Различные процедуры, которые на самом деле перегружают весь процесс предобработки и подготовки данных, В целом не являются оптимальными под решение конкретной задачи. И вот здесь как раз-таки выплывает наша задача по автоматизации, каким же образом, соответственно, здесь можно оптимизировать процесс подготовки этих данных, что необходимо и достаточно включить в этот процесс для решения конкретной задачи. Здесь, как мы видим, также наблюдается яркая задача автоматизации. Кроме загрузки, нам необходимо непосредственно сгенерировать саму модель. Модели могут быть, соответственно, сюда включены разными способами. Здесь вот пример приведен для одной из самых популярных платформ, которую мы сегодня будем рассматривать. Это H2O. В частности, например, использование стекинга, такого подхода, ансамблирование моделей. В целом здесь же при генерации моделей мы можем говорить о создании, например, различных архитектур, моделей глубокого обучения, что используется, собственно, в AutoKeras. Ну и, соответственно, здесь мы можем сказать, что большинство систем AutoML, они не стараются использовать глубокие нейронные сети. Именно поэтому я так вот особняком сегодня AutoKeras вам сюда дополнил. Почему? Потому что посмотреть другой взгляд именно с точки зрения включения в стек вот этих вот моделей, моделей глубокого обучения, которые являются слабо интерпретируемыми. Ну, хотя есть подходы, которые позволяют, соответственно, и интерпретировать результаты их работы. Ну и в целом здесь девиз достаточно прост. Простая модель может оказаться более рациональной, подходящей и выигрывать реально в производительности от оптимизации гиперпараметров. Поэтому на данном этапе системы AutoML, соответственно, имеют неиспоримое преимущество. Они способны создавать огромное количество тестовых моделей и их тестировать, их точнее, производительность, их результативность за очень короткий промежуток времени. Потому как исследователь, разработчик зачастую не способен за короткий промежуток времени перебрать огромное количество моделей, да еще и с необходимыми параметрами для решения конкретной задачи. Естественно, это делать достаточно глупо, поэтому по генерации моделей, конечно же, система AutoML превосходит человеческие возможности и являются рациональными для использования во многих задачах. Ну и следующий этап это тестирование производительности. Здесь, конечно же, мы можем оценивать достаточный уровень качества и также интерпретировать результаты относительно важности фичи, относительно важности признаков, которые дают различный вклад в этот результат. Поэтому здесь при тестировании производительности в процессе автоматизации мы можем с вами еще подойти к задаче отбора признаков непосредственно для решения конкретной поставленной задачи. И здесь вот в качестве примера, опять же, в корреляции с платформой H2O используются оценки по шепле. Здесь вот я, чтобы подробно сейчас вот не рассказывать про данный момент, я вам ссылочку дал на хорошую статью, где вы можете подробно про этот прием, соответственно, почитать. И здесь я бы, наверное, назвал вам самым основным тезисом при тестировании производительности моделей. Это не только, опять же, оценка, например, какая из моделей лучше, но и выбор целого стека, то есть целого набора методов. Причем зачастую эти методы имеют различные совершенно подходы, эти модели, точнее, имеют различные совершенно подходы для решения конкретной задачи. И их непосредственно ансамблирование, то есть комбинирование, в частности, с использованием, допустим, той же самой процедуры стекинга, дает действительно положительные результаты и позволяет лучше понять специфику задачи. И в этом смысле как раз-таки те ключевые инструменты, которые мы с вами рассмотрим, они направлены, в первую очередь, для повышения эффективности выбора моделей и построения пайплайнов. Причем выбора непосредственно алгоритмов для решения поставленной задачи, либо выбора архитектуры моделей, если мы говорим о автоматизации глубокого обучения, модели глубокого обучения, в частности, применения автокерос. Основные три инструмента, которые мы сегодня с вами рассматриваем, это платформа H2O, библиотека T-POD, Tree Based Pipeline Optimization Tool, ну и также Автокерос. Ну, как мы видим, здесь все три, они являются такими типовыми представителями инструментов, которые позволяют нам, как осуществить выбор моделей из множества этих моделей для решения конкретной задачи. Оптимизации процесса обучения, построения пайплайна, то есть с учетом припроцессинга, с учетом оценки качества, ну и также процесса выбора архитектуры самой модели. Когда мы говорим о глубоких нейронных сетях, сколько необходимо слоев, какие непосредственно функции активации и тому подобное. Вот это решает как раз таки данный инструмент. Вот такой вот вводный теоретический блок мы сейчас с вами прошли. Я хотел бы посмотреть, какие у нас вопросы. В целом здесь по вопросам не пользуемся все ручками. Вот интересно, можно ли заюзать снижение трудозатрат. Значит, с трудозатратами здесь, конечно же, достаточно сложно. Почему? Потому что здесь тоже нужно учитывать возможности каждого специалиста. Кто-то сделает конкретную задачу за меньшее количество времени, да, и может быть кому-то для решения конкретной задачи и нерационально использовать систему автоматизации. Поэтому можно ли их совместно использовать, данные инструменты? Все, опять же, зависит от задачи. В целом в H2O типот не встроен. То есть мы не говорим, что, соответственно, каждый из этих инструментов можно использовать в рамках единого какого-то модуля. Но, соответственно, последовательно встроить, например, готовую модель, которая ранее была отобрана в H2O в пайплайн типот, это можно. То же самое с автокеросом. Автокерос сам по себе здесь, он сам по себе в части только выбора архитектуры. То есть, когда мы говорим об AutoML, еще раз повторюсь, здесь у нас три большие задачи, да, непосредственно выбор самого алгоритма, выбор архитектуры модели с учетом, имеется в виду, модели глубокого обучения и выбор самого процесса обучения, да, оптимального. То есть постадийно в пайплайне, какие у нас должны быть этапы предобработки, и чтобы это занимало как можно меньше времени и давало, соответственно, эффективные результаты. Вот это вот задача непосредственно библиотеки типот. И вот эти три инструмента, они все из мира AutoML, но решают немножечко разные задачи. Поэтому говорить о том, что все три их нужно использовать там в каком-то одном проекте, я бы не стал. Конечно же, каждый из них, он специфичен и, соответственно, может быть использован под конкретную задачу. Торч. Вот честно, ну на самом деле, когда мы говорим, что о моделях готовых уже на торче, что Hagen Face, соответственно, это в любом случае у нас готовые разработанные модели, которые также можно с учетом тестирования включать в наш проект. В целом мы говорим сейчас о возможностях автоматизации. Эти возможности автоматизации, они реализуются в рамках, вот в нашем случае, одной из платформ. Честно скажу, не тестировал в H2O какие-то внешние модели, но могу сказать, что вот среди того перечня, который поддерживает H2O, уже достаточно моделей, которые позволят нам решать различные задачи. Можно ли цеплять от Hagen Face? Вот здесь точно сказать не могу. Не пробовал, не знаю. Но говорить о том, что вот на PyTorch есть что-то похожее, я бы не стал. Почему? Потому что в PyTorch все-таки сам процесс обучения моделей, он немножечко сложнее и не нацелен, допустим, тот же самый PyTorch настолько на продакт, как тот же самый TensorFlow, поэтому он весьма гибкий. И здесь такое вот мое мнение, да, во всяком случае по инструментам автоматизации это, мне кажется, перегрузило бы еще больше непосредственно задачу разработки вот этой модели, нежели чем помогло бы вот в случае с PyTorch, мое личное мнение. Так, значит, вроде бы вопросы, так, вопросов очень много, да. Для перебора моделей в Torch есть, ну, допустим, тот же самый поиск по сетке. Кстати говоря, здесь у меня в одном из примеров он тоже присутствует, и в H2O он тоже есть. Но говорить о том, что в PyTorch есть такой вот прям хороший инструмент именно для задач выбора архитектуры, как автокерос, во всяком случае такой инструмент мне неизвестен. Так, ну что ж, немножечко с вопросами мы так в целом разобрались. Если останутся еще какие-то, я надеюсь, я их, соответственно, вам далее озвучу. Озвучу по тому, как нам нужно двигаться дальше. И давайте уже перейдем к рассмотрению самих инструментов. Я их, соответственно, в три больших блока, также теоретических-практических, вам в нашу презентацию включил. Соответственно, начнем мы с H2O. Рассмотрим, что она собой представляет. Ну и на практике также разберем типовые задачи, типовой код, который, собственно, на H2O во многих Hello World примерах и прочих вариациях его присутствует. Что собой она представляет? Ну, во-первых, эта библиотека представляет собой веб-сервер на Java. Поэтому не забываем о том, что если вы будете его локально, эту библиотеку устанавливать и запускать, то, конечно же, на вашей операционке должна быть Java установлена. H2O поддерживает широко используемые классические ансамблевые алгоритмы машинного обучения. XGBoost, CatBoost, по-моему, там нет. Также обобщенные линейные модели. Глубокое обучение. Ну, не бы сказал бы, что сильно глубокое, но примитивные модели глубокого обучения достаточно там есть. Ну, и в целом такой вот достаточно обширный пласт, соответственно, моделей позволяет нам для решения конкретной задачи подбирать их целый стэк. И платформа H2O собой представляет сеанс, который инициализирует наш вычислительный кластер на H2O. Ну, и после, соответственно, установки, ну, вот пример, да, запуска вот этого вычислительного кластера, его веб-интерфейс. В частности, сейчас я через, соответственно, Jupyter ноутбук запустил этот вычислительный кластер у себя локально. Ну, и, как мы видим, здесь на определенном порту запускается на localhost данный вычислительный кластер. Здесь, в принципе, можно даже руками без особо использования кода, то есть можно рассматривать это как low-code платформу, да. Вот, с подгрузкой необходимых данных, либо цепляем к различным источникам, соответственно, выбираем модели. Вот весь перечень, кстати говоря, который здесь сейчас актуальный на текущий момент присутствует. Ну, и, как мы видим, даже глубокое обучение в том числе. Ну, и в целом здесь перечень также процессов, при процессинга, операций при процессинга, которые можно выполнять с загруженными табличными данными. Понятно, что здесь чаще всего это мы тянем данные из пандуса, да, и, как мы видим, все этапы обработки здесь также присутствуют от импорта до предикта. Ну, мы, конечно же, будем с вами рассматривать вариант, когда мы кодом выполняем все вот эти вот процедуры. И для вашего удобства, чтобы вы могли также как локально, так и, допустим, на виртуальной среде той же самой Google Callа позапускать H2O, я вам примеры все в различных вариациях, во всяком случае по H2O у меня много различных примеров и вариантов решения задач. Вам также все ссылочки оставлю, ну, и часть этих примеров мы сегодня с вами разберем. Но для начала, прежде чем мы углубимся с вами непосредственно в работу H2O, хотелось бы рассмотреть подходы к мета-ансамблированию. В частности, это подход стекинг, который представляет собой отдельный метод ансамблирования моделей, используемый для объединения информации из нескольких предиктированных моделей, то есть, который выполняет у нас прогноз для создания моделей второго уровня или мета-моделей. Мы помним все с вами, что методы ансамблирования делятся на бэггинг, бустинг, стекинг. Вот как раз-таки здесь используется стекинг, когда мы используем разные вообще методы и, соответственно, разные модели, разные алгоритмы, которые здесь у нас выполняют предсказания. И здесь мы с вами формируем стек моделей, которые исправляют ошибки друг друга и делают финальное предсказание, вносят разный вклад в это предсказание. И, соответственно, данный набор моделей, стек моделей формально является тем самым методом ансамблирования, методом стекинга, который здесь в H2O активно используется. Когда мы говорим о запуске данной системы, то здесь конкретно после установки мы импортируем непосредственно библиотеку H2O, импортируем различные ее разделы. Это может быть импорт сразу же модуля автоматизации, как вот в этом случае, либо это может быть импорт какой-то отдельной библиотеки. Ну, в частности, здесь мы можем импортировать, например, Random Forest Estimator, то есть конкретную модель, которая здесь может быть нами использована, в частности. Но нас больше будет интересовать именно момент автоматизации, а не использование конкретных моделей, которые вот здесь я вам приводил. Поэтому непосредственно в качестве примера мы берем с вами модуль автоматизации, инициализируем наш вычислительный кластер, ну и, соответственно, на текущей машине он запустится. Ну, понятно, что в Google Colab, если мы с вами видим запуск этого вычислительного кластера, то нам необходимо, ну, во всяком случае, H2O Flow мы уже, чтобы пробросить порты, да, к нему, конечно, можно доступ получить, вот. Но, тем не менее, здесь мы с вами H2O Flow, естественно, наблюдать не сможем так по данной ссылке, ну, ввиду того, что мы с вами запустили это не у себя на компьютере локально. Вот, поэтому здесь мы с вами можем видеть также возможность и загрузки данных, потому как платформа позволяет нам не только через веб-интерфейс, как мы видели, работать, но и, соответственно, загружать данные с использованием кода. В частности, здесь в примере я использовал, по-моему, а, ну, да, стандартный датасет по маркам Вина, по-моему, да, с их характеристиками качества. Соответственно, из Scikit-Learn стандартный датасет из раздела датасетс подгружаем, ну, и, соответственно, указываем целевую переменную, указываем признаки, и далее мы с вами данный датафрейм в формате пандаса, например, в частности, можем загрузить именно на наш вычислительный кластер. Ну, и опять же, после того, как мы это сделали, мы дальше уже можем с этими данными работать. В частности, здесь также есть возможность выполнять стандартные операции, ну, например, это разделение на тестовую обучающую выборку, да, то, что мы с вами уже делаем средствами не Scikit-Learn, а средствами непосредственно нашего модуля H2O, модуля AutoML, который позволяет нам разделить в нужных пропорциях на тестовую обучающую выборку наш датасет. Также важно здесь указывать целевую переменную, конкретно это здесь у нас тип, который мы будем здесь предсказывать, ну, и также здесь у нас прочие колоночки, которые мы с учетом выбранной нашей целевой переменной, за исключением нашей выбранной целевой переменной, оставляем для непосредственно фичи. Этот процесс, соответственно, здесь у меня также выполняется. Я, с вашего позволения, сейчас, чтобы сэкономить время, запускать это не буду. И вот первый вариант запуска, который нас непосредственно интересует, это вызов непосредственно функции H2O, AutoML с некоторыми параметрами. Какими? Ну, на самом деле, в базовом варианте, самом таком минимальном, здесь самым основным параметром является ограничение времени поиска. В нашем случае здесь мы с вами рассматриваем подход, который позволит нам найти решение нашей задачи за некоторый ограниченный интервал времени. И после того, как мы задали вот этот вот интервал времени, ну, и посредственно здесь можно также зафиксировать генератор псевдослучайной последовательности для воспроизводимости результатов, если нам это необходимо. Ну, и, конечно же, мы с вами здесь также с использованием, также ассоциированный такой вот с интерфейсом scikit-learn функции train можем запустить процесс обучения на наших фичах, на нашей целевой переменной, ну, и data frame, который нам необходим для обучения, также указать. Процесс запуска здесь достаточно прост. Вопрос только в том, что за вот такими вот подобными предупреждениями здесь тоже нужно внимательно следить. Почему? Потому что здесь важно для многих алгоритмов, ну, в частности, тот же самый XGBoost, здесь может быть, по сути, исключен из процесса подбора моделей, из процесса стекинга, ввиду того, что у нас просто не так много данных. Вот, поэтому данные предупреждения нам также оказываются достаточно важными. Особенности H2O. В H2O нет вообще деления классов моделей на задачи классификации, задачи регрессии. Все это определяется типом зависимой перемены. Но вообще по умолчанию, если так вот брать в базовом варианте, да, решение задачи на платформе H2O, это по факту будет всегда задача регрессии, да. Но когда мы говорим о классификации, мы в любом случае получаем результат предсказания отдельной, значение какой-то числовой перемены, которая, соответственно, может быть отнесена к тому или иному классу. Поэтому здесь вот такая вот специфика, ее следует помнить, ее нужно также учитывать, поэтому на самом деле здесь к этому тоже быстро привыкаешь. Платформа H2O также славится тем, что отчеты о результатах обучения модели могут быть выражены в огромном количестве таких вот результирующих графиков, инструментов, сводных отчетов, которые показывают нам всю общность метрик, которые могут быть использованы для решения конкретной задачи. Ну, раз мы здесь, допустим, решали задачи регрессии, то типовые для задачи регрессии метрики здесь присутствуют. Ну и, соответственно, здесь также показано, какие типовые алгоритмы использовали для решения поставленной задачи. Здесь, как мы видим, и градиентный бустинг, и глубокое обучение, деревья, вообще на линейной модели. В целом здесь получается у нас вот такой вот результат, который мы можем в дальнейшем по стеку и по, соответственно, результатам обучения данной мета-модели также интерпретировать. Здесь, как мы видим, мы можем наблюдать весь процесс предсказания. В нашем случае мы сейчас решили некоторую задачу. Кому интересно, можете написать в чат и ответить, что за задачу мы сейчас решили. Все-таки классификации или регрессии для, соответственно, указанного примера. И когда мы с вами говорим о реализации предсказаний, то, конечно же, мы должны выполнить и оценку качества предсказаний на некоторые тестовые выборки. В нашем случае наша мета-модель на основе стекинга здесь показывает наилучшие результаты по многим метрикам. Ну и также мы можем посмотреть, с какими моделями она конкурирует и, опять же, сделать соответствующие выводы. Так какая же из этих моделей, если мы будем брать ее единично, действительно пригодна для решения подобной задачи в наилучшем виде. Ну и, конечно же, здесь мы можем смотреть и множество других инструментов для оценки качества полученных результатов. Платформа H2O умеет оценивать и предсказательные способности модели. Ну, в частности, здесь можно строить и анализировать график корреляции между предсказаниями моделей. Здесь используется частота одинаковых предсказаний. Вот подобный график позволяет нам также сделать вывод о том, насколько... Ну, давайте так, простым языком выражаясь, насколько по-разному решают поставленную задачу отдельные алгоритмы и насколько похожи или не похожи результаты их предсказаний. Ну, в частности, здесь мы можем опять же видеть, что методы глубокого обучения, методы стекинга, они, соответственно, весьма отличаются по предсказаниям, например, от методов градиентного бустинга с различными настройками, ну, которые, в свою очередь, по факту являются однотипными по алгоритмам моделями, ну и, соответственно, дают схожие предсказания. Вот такой вот график также нам позволяет, соответственно, отбирать и делать выводы относительно того, какие непосредственно алгоритмы нам пригодны для решения поставленной задачи. Платформа H2O также умеет выполнять оценку важности признаков. Это то, о чем мы говорили выше, непосредственно оценивая, какой вклад вносит тот или иной признак в результат моделирования, в результат предсказания. Здесь мы можем также оценить, насколько важен нам тот или иной признак для решения конкретной задачи. можем отсечь, так скажем, признаки, которые вносят только лишние шумы и совершенно не вносят вклада в результирующие предсказания. Поэтому именно на основе подобных графиков мы можем, соответственно, выполнять в том числе и отбор признаков. Здесь, опять же, можно либо по пороговому значению, либо использовать сопутствующие методики, которые также для отбора признаков могут быть реализованы. Опять же, в рамках Machine Learning Advanced подобные вебинары по, соответственно, отбору признаков, по кодированию переменных, по припроцессингу, все, соответственно, рассматриваются. Ну вот пример. Также графика объяснимости переменных. В частности, этот график показывает вклад признаков для каждого экземпляра данных. Вот этот вот разброс точек по факту нам позволяет сделать вывод. И вот именно на основе интерпретируемости и привязки к оценке Шепли здесь реализуется и график предыдущий, который мы сейчас наблюдали по оценке важности признаков. Здесь мы можем сказать, для какой конкретно точки и для какой конкретно записи в нашей, соответственно, табличке, которая представляла собой наш DataFrame, на основе которого мы выполняли обучение. Так вот, для какой конкретно точки данных наиболее важен данный признак. И в целом можем посмотреть, насколько данный признак имеет больший разброс по каждому из экземпляров данных. Я бы, наверное, это вот так объяснил. Но конкретно здесь данный график также позволяет нам в купе с предыдущими сделать выводы о важности фич для решения нашей поставленной задачи. Ну и, конечно же, здесь мы можем так вот скомбинировать и посмотреть, вообще для каких моделей нам отдельные фичи оказываются важными в большей или меньшей степени. Вот такая тепловая карта, как мы видим, наблюдается для разных также алгоритмов. И здесь, в частности, по данной карте мы можем сделать выводы, что для модели глубокого обучения нам на самом деле вот эти вот все признаки, которые у нас используются, не столь важны. Ярко выражен, например, первый, который наблюдался для прочих, соответственно, здесь методов и моделей, которые здесь представлены на данном графике. Вот эта вот тепловая карта также позволяет интерпретировать в том числе и результаты. То есть покопаться в конкретных настройках вот этих вот моделей, посмотреть, какие из этих моделей дают нам адекватные результаты, посмотреть, какие из этих моделей являются топовыми в плане решения конкретной поставленной задачи. Вот эта платформа H2O представляет во всей красе, и действительно, что называется, из коробки данный инструментарий позволяет эти задачи быстро решать. Ну вот здесь, в частности, есть еще у меня и альтернативный вариант решения задачи классификации с непосредственно датасетом про Vino, то же самое. Здесь мы видим интеграцию с библиотекой Scikit-Learn, ну и в частности, возможность выбирать конкретно модель для классификации и из задачи классификации, опять же, выбирать те алгоритмы, которые нам необходимо ансамблировать и, соответственно, автоматизировать процесс их выбора для решения поставленной задачи. Ну, единственное, что здесь, как мы видим, разделение на тестовую обучающую выборку выполняется средствами Scikit-Learn. В остальном процесс не сильно отличается от представленного ранее. Здесь также, видите, есть возможность ограничивать в целом количество моделей, которые можно здесь в ансамбле включать. Ну, это, в принципе, достаточно разумный подход, потому как предыдущий случай, пример, который мы с вами наблюдали, он, как мы видим, включает в себя множество однотипных моделей. Понятно, что потестировать, посмотреть, конечно, в рамках каждого алгоритма это нужно, но в целом топ-10 или топ-20 это для большинства задач является разумным выбором с точки зрения ограничения по количеству этих моделей. Ну и, конечно же, здесь точно так же результаты предсказания можно в дальнейшем интерпретировать средствами, ну и оценивать, точнее, качества нашей модели средствами той же самой библиотеки Scikit-Learn. Вот такой вот пример здесь небольшой также у меня включен. Ну и, соответственно, второй вариант запуска в виде вычислительного кластера и решения подобной задачи также я здесь прикладываю, соответственно, к данному примеру. Этот пример также позволяет нам выделить таблицу лидеров. И, как мы видим, не всегда у нас получается, что наш ансамбль стекинга занимает первую строчку, то есть есть модели, которые решают нашу задачу более рационально, коротко и, что называется, качественно. В нашем случае у нас здесь получился, соответственно, модель, которая позволяла нам понастроить гиперпараметры и архитектуру модели глубокого обучения, вот как раз используемый GridSearch. Вот здесь в целом такой вот вариант нам также подвернулся, и мы видим, что именно он является лучшим для решения поставленной задачи. Естественно, каждую из этих моделей, как ансамбль, так и отдельный тестированный экземпляр модели, можно, соответственно, ваш два вас сохранять и использовать в дальнейшем для решения поставленных задач, встраивания в какие-то готовые уже проекты. Но, тем не менее, здесь возможности этой библиотеки на этом не заканчиваются. Мы можем видеть здесь пример и с непосредственно, давайте немножечко так же продолжу, раз мы сейчас пока про H2O говорим. Также пример про подбор моделей и ее параметров конкретно для отдельного алгоритма. Ну, в частности, здесь вот в качестве примера взят у меня кейс из одной полезной книги. Кстати, полезную книгу я также вам ссылочку на нее оставил в списке материалов, и о ней чуть позже расскажу. Так вот, здесь в этом примере мы с вами выбираем одну конкретную модель. Как мы видим, это модель случайного леса, и выстраивая ее, также есть возможность все прочие, которые здесь у нас были приведены, отчеты также проанализировать. Здесь их достаточно много, не буду сейчас подробно на каждом из них останавливаться, потому что здесь вот также по конкретному алгоритму небольшие шпаргалочки вам в коде оставляю. Ну и, соответственно, полученные значения мы также здесь можем в предикт отдать и построить для задачи классификации, например, тоже самое урок-кривую для тестовой выборки. Ну и в нашем случае здесь вот в конце как раз тот самый пример с поиском по сетке параметров, которые можно здесь перебрать. Ну, в частности, например, гиперпараметр по глубине дерева здесь можно задать. В частности, и вот этот вот поиск по сетке здесь позволяет нам также средствами библиотеки H2O выполнить подбор наилучшего варианта для решения поставленной задачи. Вот так это выглядит здесь. Но я вижу, что все-таки данный инструмент, если мы говорим вот конкретно о переборе параметров с использованием GridSearch, он более такой вот примитивный и для, может быть, конкретной модели и для небольшой задачи он действительно рационален. Но когда мы говорим о достаточно масштабной задаче, когда признаки меняются, когда непонятно еще, какие из них для нас полезны, какие бесполезны, вот здесь, конечно же, вот подобные платформы именно в рамках задач AutoML раскрывают свой потенциал в полной мере. Но, конечно же, не ими едиными мы с вами можем быть удовлетворены в плане, соответственно, построения пайплайнов. И вот мы сейчас после обсуждения ряда вопросов перейдем непосредственно к рассмотрению следующего инструмента. Это библиотека T-POD, которая позволит нам, соответственно, оптимизировать процесс построения пайплайнов для решения конкретной задачи. Давайте посмотрим вопросы. Ох, вопросов много, да? Значит, здесь у нас для бустинга Future Selection умеет. Для бустинга... Так, вы имеете в виду с выбором... С выбором непосредственно конкретных признаков. По отбору признаков я сейчас не могу сказать вот конкретно именно для включения и исключения. Но здесь я, наверное, так бы ответил на данный вопрос. Средствами, опять же, либо H2O, либо в дальнейшем я бы, наверное, рекомендовал больше использовать все-таки манипуляцию с данными непосредственно с использованием Pandas. Мы уже, анализируя результаты, можем в дальнейшем включать или исключать конкретные признаки из модели. Поэтому на данный вопрос я бы ответил следующим образом. Решили мы действительно задачу классификации по типу вина. Хотя, несмотря на то, что мы получили результат в числовом виде, то этот класс, даже представленный в числовом виде, можно, конечно же, интерпретировать как конкретную категорию в том числе. Конечно же, H2O здесь у нас скомбинировало сразу несколько моделей и оттестировало их, включая и модель глубокого обучения. Правда, с какой архитектуры, вот так вот в первом приближении мы с вами понять не сможем. Сколько там слоев, сколько там нейронов в этом скрытом слое, допустим. Какова вообще архитектура, может там полносвязная, а может быть еще какая-то нейронка. Здесь вот мы сразу сказать не можем. Понятно, что нам нужно для начала посмотреть каждый из этих алгоритмов, которые у нас включены в предсказание. И в дальнейшем уже использовать их либо по отдельности, либо как все вместе нам предлагает она в стеке. Вот, поэтому здесь, конечно же, мы можем это использовать. Кросс-валидация, да, там тоже есть. Вот, токенизатор может подбирать и настраивать. Для картинок может нормальные разные пробовать, да. С аугментацией, к сожалению, нет. Вот, поэтому по методам аугментации здесь, конечно же, следует привлекать какие-то внешние ресурсы или дополнительные библиотеки, потому что по методам аугментации H2O точно не работает. Вот, во всяком случае, на конкретном примере, могу сказать, даже в нескольких проектах также вот в эту задачу, соответственно, упирались. То, что аугментация необходима при автоматизации подбора моделей, конечно же, это тоже важный момент, который следует учитывать. Вот, поэтому мы можем таким вот образом это все сказать. Ну, а к автокерос сейчас мы подойдем. Ну, с вашего позволения я продолжу, потому как у нас все-таки протокол по времени достаточно жестко задан. Давайте для начала посмотрим, а что же позволяет нам выполнить библиотека T-POD. Позволяет она нам исследовать множество вариантов построения конвейеров и находить лучший для представленного набора данных, что позволит избежать вот этой вот части достаточно утомительное обучение. Конкретно это припроцессинг, это отбор признаков, это конструирование признаков. Хотя, как вы понимаете, вот в рамках одной какой-то, даже одного какого-то небольшого инструмента, это достаточно такие масштабные задачи, которые необходимо решить. И вот здесь нельзя не отметить некую примитивность T-POD. Почему? Потому что она, конечно же, позволит нам, соответственно, подобрать оптимальный конвейер. Но есть, конечно же, много ограничений ее использования. Я лучшего, к сожалению, вот для вот такого универсального случая достаточно не нашел. Могу только посоветовать вот именно ее. Но говоря о том, что включает в себя T-POD, то вот когда мы говорим о Model Selection, вот об этом этапе, то здесь нас, конечно же, поджидают большинство, ну и весь перечень моделей, которые зашиты в Scikit-Learn. Потому что T-POD, он активно интегрирован именно с этой библиотекой. Там в кастомном модуле, по-моему, можно включать, опять же, различные модели. Но вот насчет того, можно ли сюда подгружать уже имеющиеся, да, я сейчас четко на этот вопрос ответить не могу. Но здесь задача-то больше состоит в препроцессинге. Потому что по выбору моделей, вот здесь это решение задач на уровне моделей классического обучения. Ну, все, что есть в Scikit-Learn, да, не более того. Вот это, к сожалению, огромный недостаток T-POD. И сразу о нем говорю. Но остальные все подходы, которые позволяют нам выстроить pipeline для того, что, допустим, а какие признаки использовать наши модели, а какие непосредственно стадии предобработки данных провести за, там, допустим, какой-то граничный интервал времени, а в какой последовательности это выполнить, чтобы, соответственно, это занимало меньшие вычислительные ресурсы. Вот на эти вопросы T-POD позволяет дать довольно-таки уверенные ответы. Библиотека T-POD, она создана поверх Scikit-Learn, и она использует генетическое программирование для оптимизации конвейера машинного обучения. То есть в нашем случае мы постоянно настраиваем гиперпараметры как моделей, так и, соответственно, перестраиваем по стадии на подходы для предобработки данных, чтобы достичь, в нашем случае, оптимальных результатов в рамках времени выполнения всех этих операций. То есть основным критерием здесь, конечно же, является именно скорость обработки всех этих данных. И вот T-POD в этом смысле автоматизирует все шаги и позволяет нам сразу же в виде кода пайплайна отдать результат, что вот смотри, делай непосредственно по стадии такие-таки и такие-таки процедуры и получай результат. Ну и в рамках, опять же, вот конкретно одной модели, которая есть у нас в Scikit-Learn доступно, он может предложить, что использую, например, вот эту модель для решения подобной задачи. Но когда у нас уже есть пайплайн, то мы у него без труда можем встроить и готовую, разработанную ранее, либо подобранную с использованием H2O модель. То есть интеграция подобная возможна, но сразу скажу, что у T-POD такой вот недостаток, что в нашем случае мы имеем для доступа только модели Scikit-Learn и более того. Но генетическое программирование, пару слов буквально, чтобы опять же не перегружать наш сегодняшний разговор о методах генетического программирования. Это эволюционный, по сути, поиск решения для, соответственно, поставленной задачи путем модификации, ну в нашем случае мутации отдельных показателей, которые касаются тех же самых гиперпараметров моделей и, соответственно, позволяют нам на основе лучшего найденного решения ранее, двигаясь вот именно по пути улучшения его характеристик, прийти к еще более оптимальному. Процесс, сразу скажу, нерациональный, в плане того, что... Ну универсальный зато. Ну так здесь опять же у нас является ограничением и критерием в основном время. А за сколько мы по времени можем найти вот это оптимальное решение? Вот за сколько нам приемлемо по времени найти, это оптимальное решение будет найдено. Но является оно истинно самым лучшим? Здесь вопрос остается открытым. Вот поэтому здесь в нашем случае генетическое программирование, оно в основном нацелено на автоматизацию подготовки пайплайна. То есть это задача комбинирования конкретно не только стадий выполнения тех или иных операций, но и, как мы видим, возможности комбинирования конкретных моделей, которые также могут быть встроены в процесс, соответственно, подготовки пайплайна. То есть какая из них дает за минимальное время наилучший результат. Опять же мы здесь тасуем с разными параметрами. И вот таким вот образом, выполняя последовательно эволюцию нашего пайплайна, мы с вами приходим к, на мой взгляд, заприемлемое время наилучшему решению. В нашем случае мы можем также рассмотреть небольшой буквально практический пример. Он у меня также есть и в коде реализованный. Я, конечно же, вам его также оставлю, соответственно, в материалах. Можете позапускать и посмотреть. А вот здесь как раз задача реализована для датасета по рукописным цифрам. Причем здесь до самого, не знаю, примитивного варианта, чтобы все это побыстрее работало. 8 на 8 пикселей сужено. Чисто такой вот Hello World пример. Значит, данные мы загружаем. Визуально они представляются вот такие, соответственно, изображения. И, естественно, у них есть маркировка по классам, конкретно которые мы будем с вами предсказывать. Алгоритм поиска наилучшего пайплайна также представляет собой ключевой параметр. Это максимальное время без улучшений характеристик. Ну, это эволюционный поиск решения на основе генетического программирования. Такой стандартный подход, который здесь, соответственно, ограничивается некоторым... Ну, здесь в минутах время, да. То есть я могу поставить полминуты, там 30 секунд, соответственно. Ну, и также мы можем здесь задать количество генераций, которые позволят нам, соответственно, модифицировать данный... Там, допустим, какой-то вариант пайплайна за вот это вот ограниченное время. Ну, и в качестве примера здесь мы видим, опять же, долгий-долгий процесс оптимизации. Ну, и, соответственно, в результате мы можем наблюдать лучший пайплайн и лучшую модель сразу же, которая предлагается нам для решения поставленной задачи. Причем здесь, как мы видим, есть возможность уже разделять задачи, регрессии, классификации. Ну, вот, в частности, например, класс T-Pod Classifier. Здесь все основные тонкие настройки, которые здесь у нас присутствуют. На данном слайде я перечислил это, начиная от количества итераций для запуска процесса оптимизации конвейера и заканчивая, опять же, частотой мутации для логаритма генетического программирования и количество потомков, которые мы продуцируем на основе, соответственно, заданного количества объектов. Ну, если уж мы говорим на языке генетического программирования, это можно называть особями. То есть такой вот подход, он нам позволяет на конкретном шаге прийти к, во-первых, конечно же, той цели, с которой мы, соответственно, все это затевали. Это непосредственно решение поставленной задачи и оценки качества предложенной модели. Ну и также мы здесь видим, что T-Pot отдает нам скрипт питоновский, в котором будет указано минимум импортов, которые здесь, соответственно, нам необходимы для решения поставленной задачи. И сам процесс, то есть весь пайплайн, который непосредственно будет использован для загрузки данных, допустим, выбора конкретных показателей, ну и колонок в нашем случае из этой таблицы, для целевой переменной. Здесь, как мы видим, разделение на обучающую тестовую выборку. Какого-то другого припроцессинга здесь не выполнялось. Ну и, соответственно, непосредственно здесь выбор самой модели с конкретными ее гиперпараметрами. И также обучение этой модели. И отдаем результаты на предсказания. Ну и можем здесь еще дальше оценить и качество предложенной модели. Вот такой вот пошаговый, постадийный результат мы с вами можем получить. Ну и, соответственно, здесь же у нас это в нашей виртуалке в виде питоновского скрипта. Вам в качестве результата это все отдаст. Ну, вот он как раз экспорт. Вот. И далее здесь еще есть пример. Также посмотрите самостоятельно уже с классификацией по ирисам Фишера. Для разнообразия. Не вижу смысла сейчас это все запускать. И да, и еще, конечно же, от себя добавил пример по задаче регрессии с оценкой стоимости квартиры. Если сейчас у нас время останется, мы, может быть, что-то из этого подспускаем, посмотрим, в зависимости от того, в какую сторону пойдет наш разговор по вопросам. Так. В целом, вот мы сейчас с вами рассмотрели непосредственно второй инструмент. Это, значит, типот для оптимизации пайплайнов. То есть по выбору моделей объяснимости, соответственно, результатов и по отбору признаков. Мы с вами поговорили по H2O, по выбору самого конвейера, по стадийных процедур и улучшения их конфигурации. Мы с вами поговорили в рамках, соответственно, библиотеки типот. Но, как мы видим, по большей-то части, вот по практике могу сказать, что типот, он, несмотря на то, что включает в себя весь конвейер, да, для задач оптимизации. Но зачастую это как раз-таки самое большое-то время у нас занимает выбор вот именно модели, ее гиперпараметров. И вот здесь вот как раз то самое, на мой взгляд, узкое место, которое не позволяет нам прям вообще в каждом проекте универсально данный инструмент использовать. Ввиду того, что все-таки модели мы здесь берем из, что называется, готового перечня scikit-learn. Во всяком случае, вариантов с внешней загрузкой я здесь не увидел, но с кастомизацией дополнительной там, конечно, есть возможность. Но, опять же, ссылочки я оставил. Посмотрите, если кому-то непосредственно данный пример важен, то могу дать также после вебинара дополнительные какие-то комментарии по их использованию. Ну и давайте сейчас разберем, может быть, какие-то примеры о материалах. Материалы у нас все к данному сегодняшнему вебинару будут приложены. Вот видите, список материалов. Ссылочки на все практические примеры и также все татуриалы, которые мы с вами сегодня использовали. И вот в частности, та книга, на которую я сейчас также акцент делал, это «Предварительная подготовка данных в Python». Соответственно, также рекомендую, потому как многие материалы я, соответственно, использовал и датасеты, также из данной, на мой взгляд, довольно-таки годной для прочтения и использования на практике книги. Так, какие у нас еще вопросы? Вопросы, вопросы. Кэтбуст не поддерживается. В ИВАШ-2О и в непосредственно Типот я Кэтбуст не видел, но вообще сейчас тенденция какая, что каждая из подобных компаний, в частности, то же самое Яндекс и его Кэтбуст, также идут по пути автоматизации собственных разработок. И во всяком случае на Кэтбуст я видел надстройки, например, по конструированию признаков дополнительные и много чего еще. Поэтому вот по AutoML конкретно для Кэтбуст я каких-то проектов не видел, но могу сказать, что для решения какой-то отдельной поставленной задачи, и, конечно же, модель Кэтбуст мы в предложенный, с использованием Типот, Пайплайн можем строить. Ну, не более того. Но будет ли Кэтбуст оптимален в зависимости от какого-то решения? Вот здесь уже вопрос остается открытым. Да, LAMA в том числе, но она также нацелена на обработку... Короче, на задачи Natural Language Processing, NLP. Поэтому здесь, опять же, мы с вами... Каждый из них, это на самом деле каждый из них достойно отдельного такого вебинара. Про него можно говорить очень долго. Сегодняшний вебинар задача у нас показать разные задачи AutoML и разные инструментарии, которые позволяют нам оптимизировать пайплайны, выбирать, соответственно, модели и выбирать их архитектуру. Вот давайте сейчас мы с вами в качестве заключительного инструмента рассмотрим еще один подход, буквально кратко. Это инструмент AutoKeras. Почему именно его? Ну, опять же, мы с вами в сегодняшнем обсуждении уже выяснили, что аналогичного инструмента, к сожалению, для PyTorch не существует. Хотя подход, который используется вот именно для автоматизации выбора архитектуры модели глубокого обучения в AutoKeras, он также коррелируется и с подходом вот именно обучения моделей на PyTorch. С единственным условием то, что здесь вот вычислительный граф на TensorFlow, он статичен, а вот на PyTorch он динамический. И вот здесь, на мой взгляд, кроется та самая проблема, почему до сих пор вот нет подобного подхода. Потому как здесь все-таки мы, во-первых, конечно же, проблемы имеем построение оптимальной архитектуры модели глубокого обучения, оптимизация ее гиперпараметров. Это проблема, конечно же, с которой сталкивается большинство разработчиков. А сколько выбрать слоев? А этого достаточно, недостаточно? А какие там должны быть? Сколько нейронов? Ну и так далее. Вот. И здесь, когда мы говорим о моделях PyTorch, там вот этот динамический граф не позволяет нам выполнить, ну и создать вот такой вот жесткий перечень вариантов представления нашей модели. В AutoKeras, ну так как Keras это все-таки у нас надстройка на TensorFlow, где у нас граф вычислительный и статичен, мы можем сказать, что такие варианты все-таки реализуемы. И постадийные процедуры здесь также включают в себя создание дополнительной графовой модели, которая также формирует оптимальные характеристики для решения поставленной задачи нашей, соответственно, искусственной нейронной сети. Она представляет собой примеры таких вот высокоуровневых API, таких как, например, Image Classifier, Text Classifier, то есть комбинация объектов с задачей в том числе, ну для того, чтобы достаточно компактно решать и находить варианты архитектуры для не только объекта, да, какого-то, то есть это изображение, там текст, слабо структурированные, да, объекты, ну или это может быть и табличные представления данных в том числе, ну и под конкретную задачу. Зачастую это супервайст все-таки задача обучения. Во всяком случае в AutoKeras я сейчас не припомню. Там, по-моему, нет ансупервайст подходов, только супервайст. Ну вот здесь вот пример приведен именно для них. И строительными блоками вот как раз-таки являются варианты поиска вот этих вот архитектур. На самом деле оптимизация очень роднится с тем самым генетическим подходом, используемым в более такой вот древний в кавычках типот, но здесь все-таки уже используется байсовская оптимизация. Здесь сама технология примерно остается на том же самом уровне, то есть нам необходимо генерировать базовую или обновленную нейросетевую архитектуру. Строится вычислительный граф, который, соответственно, строит реальные нейросети в оперативной памяти, основываясь на архитектурах, которые были на предыдущем шаге. То есть мы опять модифицируем то, что у нас было, чтобы не распыляться на какие-то масштабные задачи. Давайте попробуем все подряд. Нет. Мы пытаемся всегда идти по пути модификации уже имеющейся архитектуры. И далее, соответственно, обученные нейросети, они сохраняются у нас на нашем устройстве. Ну и в дальнейшем они обновляются в соответствии с результатами сгенерированных вот этих вот нейросетей. И такие шаги повторяются циклически, опять же, за приемлемое время. На самом деле, если мы посмотрим вот именно на готовый вариант запуска подобной модели, ну и подобной API для решения поставленной задачи над конкретными объектами, то там это максимально емкий код. Но у нас, опять же, здесь остаются многие вопросы нерешенными в плане, соответственно, поиска хороших конфигураций. Итак, значит, здесь конфигурации можно назвать полный набор значений гиперпараметров, который строит и обучает модели. Основной идеей является начать тот самый поиск с хороших конфигураций, продолжать их использовать в окрестности гиперпараметров хороших конфигураций. Вот именно это выполняет у нас байсовская оптимизация. То есть по факту, если говорить таким простым языком, мы используем обучение с подкреплением для поиска наилучшей архитектуры нашей искусственной нейронной сети. Ну и, соответственно, здесь мы видим, что для того, чтобы наша обновленная конфигурация была похожа на текущую наилучшую, при каждом обновлении выбирается только один из подмодулей, и все его значения перебираются. То есть так или иначе мы должны все равно модифицировать отдельные гиперпараметры. И здесь особенностью является то, что не все и сразу по всем направлениям, а что-то одно модифицируется. Проработали наилучшим образом один параметр, потом проработали наилучшим образом другой параметр. Такая вот постадийная процедура здесь происходит. Ну и если мы будем это все упаковывать в код, как это будет выглядеть. Я здесь какие-то конкретные примеры не приводил. Ну, для меня он есть вот с Hello World примером по... Почему здесь у нас... Да, по авиаперевозкам, по-моему, да, здесь. По датасету, да. Температура, влажность. Ну, давайте так говорить, по табличному датасету. Здесь на самом деле не важно, как он будет представлен. Ой, да, и, кстати, момент какой. Надо мне будет сюда подменить нормальную ссылочку, чтобы, соответственно, вы могли это запустить. Потому что здесь у меня читалось локально из конкретной машины. Вот, поэтому давайте я это сделаю после вебинара сразу, чтобы обновить вам ссылочку на данный датасет. Ну, на самом деле, такой пример здесь представляет собой также возможность разделения выборки на тестовую, обучающую, валидационную при необходимости. Здесь вот эти все варианты приводятся. И на самом-то деле сам вариант модели здесь, опять же, у нас нацелен на конкретную задачу и работу с конкретным типом данных. В моем случае здесь это Time Series Forecaster, точнее, то есть прогнозирование временных рядов. Вот, поэтому здесь вот именно такой пример конфигурации модели приведен. Ну, и задача предсказания здесь также выполняется. Сохранение, опять же, в виде готовой модели также здесь возможно. Таким образом, мы с вами можем видеть, что подобный функционал AutoKeras позволяет нам, вот здесь вот другой пример, кстати говоря, работать с изображениями. Сначала определиться с задачей, определиться с входными данными, то есть, что мы хотим, какую задачу решить и для кого мы хотим ее решить. Для изображения классификацию, либо для изображения регрессия, либо для структурированных, как вот здесь в примере у меня данных, задачи классификации или регрессии решить. А вот дальше начинается уже расширенные возможности. И вот здесь как раз мы видим возможность и выполнения аугментации данных в том числе, и возможность включать в себя готовые модели, если они таковые имеются, либо, соответственно, комбинировать результаты их предсказаний, решать задачи классификации. Вот это уже задача, которую решает функциональная API AutoKeras, и это, на мой взгляд, является наиболее ценным, что, соответственно, позволяет реализовать нам данная библиотека для решения задач. Ну и, конечно же, создание кастомных моделей, которые в нашем случае вот описываются следующим образом. Здесь упаковывается все это дело вот в такой вот последовательный пайплайн, который в дальнейшем используется для автоматизации процедуры обучения нашей модели и вывода на основе вот подобной архитектуры, которая включает в себя и готовые архитектуры имеющихся нейронок для решения задачи, и также методы препроцессинга, которые здесь у нас присутствуют. И вот далее мы с вами видим, что, опять же, за ограниченное время мы здесь задаем соответствующее количество входных-выходных параметров. Так, ну давайте какой-нибудь пример-то здесь приведем, где у нас было, да? Вот. Процесс обучения здесь у нас, опять же, позволяет указывать и кросс-валидацию. Ну и единственное, что, да, мы можем здесь также поуправлять и размером батчек, количеством эпох, которые также здесь могут использоваться для обучения нашей модели. Вот. То есть здесь все инструменты для настройки гиперпараметров у нас открыты. Вопрос только в архитектуре и в выборе этой архитектуры. Опять же, здесь мы видим вариант, соответственно, данной модели. Вот в нашем случае, если мы сохранили это, допустим, в модула автокерос, да, описание данной модели, какие у нее слои, что это за слои, соответственно, сколько там параметров в этих слоях, вся вот эта вот конфигурация здесь у нас представлена. Вот это является тоже таким вот сложным исследовательским компонентом, который, естественно, не очевиден, особенно начинающему пользователю, особенно для той задачи, которую он ранее, допустим, не решал, но в нашем случае это прогнозирование временных рядов, здесь, конечно же, это является достаточно ценной информацией, которая позволит сориентироваться в дальнейшем на решение подобной задачи с использованием аналогичной конфигурации, ну или использовать уже готовую вот здесь имеющуюся модель. Вот, конечно, это является также важным компонентом, в частности, по автоматизации архитектуры искусственных нейронных сетей. Вот это третья веха AutoML, которую мы сегодня с вами рассмотрели, пусть достаточно в таком вот компактном, примитивном виде, но, соответственно, сейчас мы с вами уже можем сделать вывод о том, что все инструменты AutoML, конечно же, которые мы сегодня с вами рассмотрели, имеют свою специфику, их возможности не безграничны. Платформа наша, H2O, позволяет реализовать и отбор признаков, и конструирование моделей, однако все эти разработки, они в основном нацелены на повышение скорости генерации новых моделей, а не на изучение того, что можно улучшить для решения более какой-то сложной задачи. То есть с пайплайнами там все плохо в H2O. Поэтому с отбором признаков, с выбором моделей получше. Когда мы говорим про выбор правильной модели машинного обучения и наилучших, конечно же, ее параметров, то здесь зачастую у нас основным методом оптимизации являются либо байсовская оптимизация, либо генетическое программирование, как мы видели. Но это вот база, та, которая используется чаще всего в подобных задачах, потому что задачи это такие достаточно слабо формализуемые, поэтому вот подобный подход, он здесь является наиболее адекватным. Ну и опять же мы видим, что в T-POD весь код для предобработки обучения предсказания, он упаковывается в краткий пайплайн, который в дальнейшем можно использовать. Ну и также ограничение использования, соответственно, AutoML, это, конечно же, требовательность к вычислительным ресурсам. И недаром та же самая платформа H2O, она позволяет нам поднять распределенный вычислительный кластер. Это, конечно, задача более такого вот уже продвинутого масштаба, но тем не менее и подобные задачи также на нашем курсе рассматриваются. И также здесь мы видим, что объемные датасеты, отсутствие связи между предметной областью и отбором признаков, это одно из ограничений использования подхода AutoML. Вот, поэтому даже в то же самое AutoKeras, да, он может справиться с простыми задачами, но он уже будет трудом справляться с более сложными задачами, где у нас генеративные сети, где распознавание речи. Вот здесь уже мы с вами упираемся, опять же, в те самые ограничения, которые у нас здесь сейчас обозначены. Поэтому общий вывод, который мы можем сказать, что подобные инструментарии, конечно же, он развивается и с каждым годом появляется все больше и больше инструментов от разных компаний, которые поддерживают собственные разработки по конкретным моделям. Да, вот мы сегодня вспомнили и про Яндекс, и вспомнили также отечественные разработки в плане Natural Language Processing, как это и библиотека FEDOT в том числе. Вот, поэтому здесь мы с вами, конечно же, подошли к вот этому вопросу с точки зрения рассмотрения, а какие задачи в AutoML вообще существуют и какие типовые инструменты для их решения мы с вами можем предложить. Поэтому в итоге мы с вами рассмотрели вот эти вот все инструменты, сформировали о них представление, выяснили, что в AutoML позволяет повысить эффективность решения прикладных задач и облегчить процессы построения моделей. Разобрались, как, например, развертывается тот же самый вычислительный кластер, как им пользоваться, как с помощью него обучать модели. Познакомились с формированием пайплайнов в T-POD и работой в фреймворке AutoCares. Вот такой на сегодняшний день у нас с вами итог. Все дополнительные материалы я здесь вот в списке материалов для изучения привел. Соответственно, здесь даже есть, если вы повнимательнее посмотрите, пример по прогнозированию временных рядов с использованием библиотеки H2O, пример работы с AutoCares, который я обязательно сейчас обновлю, чтобы ссылочка там на данные была актуальна. Вот, поэтому вы их также, пожалуйста, посмотрите. Если останутся какие-то вопросы, после вебинара можете, соответственно, через координаторов связаться и задать эти вопросы. Ну, в целом, это один небольшой буквально блок из одного модуля, да, курса Otus Machine Learning Advanced, который, соответственно, сегодня мы представляем. Поэтому, если по данному заключительному блоку есть какие-то вопросы, то давайте сейчас их рассмотрим. Так, по поводу агентного подхода в AutoML, возможности интеграции с ChatGPT. Вот, когда мы говорим про ChatGPT и прочие языковые модели при работе со слабо структурированными данными, в том числе, как мы видим, тот же самый AutoCares, да, он позволяет привязаться к конкретному объекту, да, и мы дальше начинаем подбирать модели для решения конкретной задачи. Вот с промт-инженерингом, с, соответственно, формулировкой запроса на построение конкретного модели машинного обучения на естественном языке. Здесь такая вот достаточно сложная интеграция, она в основном, это интеграция, сложности этой интеграции в основном, упирается в то, что у нас для решения подобных задач очень-очень масштабная архитектура. Мы просто за какое-то ограниченное время прям самую оптимальную архитектуру не найдем. Потому что подход современный вот к решению подобных задач, которые вы сейчас обозначили, это в основном трансфертное обучение. То есть у нас есть уже какая-то базовая предобученная модель, в том числе для решения задач обработки данных на естественном языке, и мы дальше начинаем ее дообучать на конкретных наших примерах, наших данных. И вот здесь AutoML, он по факту не даст нам того профита, который вот мы сейчас видели, когда решали задачу просто с нуля. Поэтому, на мой взгляд, сейчас могу сказать, что AutoML для решения подобных задач не столь актуален, но кто знает, что в ближайшее время нам предложат подобные подходы в масштабах реализации моделей трансфертного обучения. Пока трансфертное обучение вот в подобных AutoML системах я не видел. Вот. Могу так сказать. Так. Контакты и, соответственно, ссылочку на презентацию я также вам сейчас сюда вот выдам. Вы посмотрели на все материалы. Вот прямая ссылка непосредственно на данную презентацию, которую я сейчас вам докладывал. Ну и также, соответственно, по контактам, я думаю, через, соответственно, менеджер Fotos вы можете связаться со мной. Также в заключении хотел бы немножечко рассказать о процессе обучения в Otus и в целом познакомить вас немножечко с курсом, потому что то, что я осветил, это даже не вершина айсберга, это еще меньше. Потому как процесс обучения, он достаточно длительный. Обучение проходит у нас онлайн по вечерам, преимущественно, как мы сегодня с вами встретились, с 20.00. Также постоянно в личном кабинете сохраняются все записи и все материалы. По каждому домашнему заданию у нас также все материалы прикрепляются. И в основном в Телеграме мы даем развернутый фидбэк, если мы говорим про домашние задания, обсуждаем их. В каждом модуле по два домашних задания зачастую так сконфигурировано. Ну и, соответственно, время обучения примерно 4-8 часов на домашнюю работу в неделю также отводится. Ну и в целом программа обучения каждый раз актуализируется. Вот я сейчас вам расскажу типовую конфигурацию курса Machine Learning Advanced. Она также постоянно модифицируется, меняется. Зачастую актуализируется как раз именно по Machine Learning Advanced в сторону именно эксплуатации современных инструментов по... в том числе продукту AutoML по разработке готовых систем на основе соответствующих задач, которые обозначаются. Ну и также, как мы видим здесь, привязка к конкретным вариантам обработки данных. Здесь временные ряды, рекомендательные системы, байсовская оптимизация, обучение с подкреплением. Ну и, на мой взгляд, вот такой вот достаточно хороший, продвинутый, практически вот именно модуль по использованию моделей машинного обучения в продакт. Здесь как раз модуль и по AutoML, где кроме H2O есть еще много интересного по реализации подобных вот подходов, продвинутых для использования моделей машинного обучения для решения практических задач. уже не в рамках, так скажем, теории, да, какая из этих моделей лучше или хуже решит там какую-то одну маленькую задачу, а вот как в целом настроить сам процесс именно подготовки моделей и использования ее для решения постоянно меняющихся задач в том числе. Вот тот вебинар, который я сейчас вам осветил, это вот один из первых вебинаров вот этого модуля AutoML, который здесь присутствует. Ну и, конечно же, команда преподавателей курса – это преподаватели практики. Вы можете с ними также познакомиться на сайте. И вот сейчас, обсуждая с вами вопросы, вы задавали очень много вот как раз их. Я думаю, что в целом вот по актуальным вопросам я вижу заинтересованность конкретно вот именно в практической эксплуатации готовых моделей. Мы сейчас вплотную вот как раз-таки подошли к тому, что нам не столь интересно решить конкретную поставленную задачу с помощью какой-то модели, а интересно как раз-таки в дальнейшем привести эту модель в развернутую эксплуатацию, чтобы в дальнейшем непосредственно использовать ее для решения динамически изменяющейся задачи. Вот это вот уже является достаточно таким вот актуальным вопросом. Ну и сегодня, опять-таки, подбирая инструментарий, я взял, допустим, тот же самый AutoKeras, для того, чтобы вам показать, понятно, что с выбором архитектуры здесь, конечно же, вопрос остается, именно модель глубокого обучения вопрос остается открытым. И я думаю, что в рамках данного курса также у нас здесь сильный блок по именно использованию моделей, в том числе на фреймворке PyTorch, поэтому кто с ним не знаком, может также соответственно познакомиться. Ну и также ценным является, на мой взгляд, обучение с подкреплением, что, как мы увидели сейчас, даже в задачах AutoML является весьма актуальным. Ну и в целом, также вы можете пройти на сегодняшнее занятие опрос, ну и в дальнейшем мы получим с вами полезный фидбэк по модификации нашего курса. Понятно, что весь инструментарий, который я сегодня рассказал, он также постоянно модифицируется. Я с вами согласен, что где-то мы берем какие-то типовые зарисовки, да, естественно, все эти материалы постоянно модифицируются. И я точно так же каждый раз от вебинара к вебинару стараюсь дополнять все это дело актуальными примерами. Ну, часть из них я сегодня вам приложил, поэтому, надеюсь, это все было полезно для вас и интересно. И если заинтересовались, соответственно, можете связаться с нами по вопросам записи на данный курс. Обязательно пройдите опрос по ссылочке, которая здесь у нас закреплена. И надеюсь на то, что наша сегодняшняя беседа была полезна. Если есть вопросы, то задавайте их. Ну, а если нет, то тогда будем на сегодня заканчивать. И я поблагодарю вас за непосредственно участие в сегодняшнем вебинаре. Так, нет вопросов. Все. Ну, основное я с вами рассмотрел. Благодарю вас и до свидания. Спасибо вам. Спасибо.